Рад вас приветствовать всех. Хотелось бы особое спасибо сказать Господу за чудесный солнечный день. Особая благодарность всем вам. За то, что несмотря на жаркую погоду и открытие пляжного сезона, все-таки вы предусмотрели в своих планах уделить несколько минут для служения нашего Господа. За это вам большая благодарность. Хотел бы сейчас попросить, чтобы мы склонили наши сердца и вознесли молитву нашему Господу. Отец Небесный, Господь, мы сейчас взываем Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за все Твои благодеяния, которые даешь в нашу жизнь. Спасибо Тебе за кровь Иисуса Христа, которая помыла все наши грехи. Господь, мы просим Тебя сейчас, открой наши сердца, уши, глаза. Напитай нас, пожалуйста, своим словесным молоком, своей пищей, которую Ты приготовил для нас. Приготовь, пожалуйста, для приема Твоего Божьего Слова. Благодарим Тебя за все и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогая Церковь, сегодня честь нести Слово Божье выпало мне. Кто меня не знает, меня зовут Андрей. И я хотел бы поделиться сегодня Божьим Словом, своими откровениями и своими размышлениями. На тему, которую Вы видите на экране, предостережение для христиан. Тема, которую Вы видите на экране, предостережение за христиане. Несмотря на то, что мы все с Вами обрели спасение, все-таки есть какая-то опасность, когда мы движемся в Духе Святом и продвигаемся в нашу веру. Давайте некоторые опасности мы попробуем сегодня раскрыть и поразмышлять. И нека някои от опасностей днес опитаме да отворим и да рассаждаваме вверху тях. И первое место, которое хотел бы сегодня открыть, это соборное послание апостола Иуды. С третьего по одиннадцатой стихи. Послание состоит только из одной главы. И для тех, кто, может быть, не знает, не надо путать апостола Иуду из Кариота. И Иуда автор этого послания. Который был физическим братом Иисуса Христа. Итак, давайте прочтем. На проекторе Вы видите на болгарском языке. Нека прочтем на болгарский монопроектор. У кого есть Библии, можете открыть. Какой-то имя Библии некогда утворим. Я прочитаю. А что ты читал? Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужно написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь избавил народ из земли египетской, потом, не веровавших, погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под враком на суд великого дня. Как Содом и Гамора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Оси засловят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расслевают себя. Горе им, потому что идут путем кайновым, предаются обольщению мзды, как вола, и в упорстве погибают, как корей. Аминь. Дорогие, очень актуальные слова, предостережение, которое брат Иисуса Христа написал еврейской общине христиан, первой Иерусалимской церкви. Известно, что Иуда при жизни Христа не воспринимал Его как Мессию. Поверил лишь после Его смерти и Его воскресения. И написаны эти строки почти 2000 лет назад. Предположительно, во второй половине первого века нашей эры. Но, вникая в прочитанное, можно спокойно видеть актуальность этих строк и в настоящей реальности. Что же побудило написать апостолу Иуду эти слова? Послание Иуды практически всеми теологами считается учением о лжеучениях и их последователях. Поэтому и проповедь называется «Предостережение для христиан». Для нас с вами. Давайте посмотрим еще раз четвертый стих. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Итак, здесь написано «Вкрались некоторые люди». Такие люди были в первых христианских общинах. Подобные хора са били в первых христианских общинах. Были позже. Есть сейчас. Будут потом. Наверняка они будут еще и в будущем. Очень интересный стих, интересное место в Библии, который вызывает достаточно много споров. про людей, переживших благодать Христа, которые они получили от Бога Отца. Но апостол Иуда называет их нечестивыми. Теми людьми, которые учат и исповедуют обретение благодати, как старт делать то, что хочется. Как старт. Написано как повод к распутству. Апостол Иуда говорит о верующих в христианской общине. И апостол Иуда говорит о верующих в христианской общине. И слова его обращены к христианам в еврейской общине. Дорогие, благодатью Господа Иисуса Христа мы ведь получили спасение. И теперь мы можем жить так, как нам хочется. Мы же свободные. Мы очень часто говорим эти слова. Мы свободны в Иисусе Христе. Аминь. Делать, что хочу. Говорить, что хочу. Одеваться, во что хочу. Вести себя, как хочу. По благодати мы свободны. Иисус меня любит и обязательно простит все мои грехи. Возможно, так и случится. Но пока я буду жить так, как я хочу. Друзья, я хотел бы предупредить вас, что это лживое понимание, искаженное понимание любви и Божьей благодати. Дорогие, мы действительно с вами освобождены, свободны, освобождены от власти греха над нами. И не с вас наистина сме освободени от властта на греха върху нас. Но не от ответственности жить нечестивой жизнью. Обаче не от отговорността да живеем нечестив живот. Здесь следует отметить, что очень часто люди заменяют понятие свободы на вседозволенность. Другими словами, по-русски это называется беспредел. Когда у свободы нет пределов. Не поймите меня, пожалуйста, как ущемителя прав и свобод. Но даже у свободы есть границы. Есть пределы, которые установил Господь. Дорогие, вы согласны с этим? Скопи согласны листества. У нас есть рамки, за которые Бог велел не выходить. Бог дал нам свой закон для понимания своих прав и свобод. Потому что там, за границами дозволенного, что находится? Там лежит грех. Аминь? Там лежит грех. Там има грех. Мы на наших молодежных собраниях очень часто общаемся и говорим с нашей молодежи на различные духовные темы. На наши молодежные собрания они много часто собираются с молодежи и говорим на много интересных темах. И на одном из наших собраний мы как раз говорили о свободе. Слава Богу, что ребята очень так открыто поделились своим пониманием свободы, что они вкладывают в это значение, какое значение вкладывают в это слово. И слава Богу, младежицы поделили, какого означало свободата за тях и каков смысл носит за тях свободата. Изучали самые разные мнения. И много различных мнений мы слышали. Но лично меня но лично за мен когда много лет назад спросили а что такое для тебя свобода. Это было примерно лет 15 назад. Я глубоко задумался. Наверное до этого я не воспринимал это так глубоко и так близко. что такое свобода. Потом ответил, что свобода для меня это то состояние, когда на мои отношения с Богом ничто не может повлиять. Ни внешние, ни внутренние факторы. как написано ничто не отлучит нас от Божьей любви. Для меня именно это настоящая свобода. Когда никакие проблемы, жизненные катаклизмы, бури, потери, успехи, взлеты, успехи, слава, возвышения, падение, ничто не может оторвать от Бога. Закрыть или затмить Его. Это лично мое понимание свободы для меня. Когда мои взаимоотношения с Богом полностью свободны от обстоятельств. И не зависят от них. Но сегодня в обществе мы с вами можем наблюдать совсем другой вектор развития морали. Я хочу. Я имею право что-то делать. Я имею право на свое мнение. При этом, заметьте, что все концентрируется вокруг местоимения Я. На личности человека. вверху личността на человека. Зачастую воспринимая свое личное мнение как уже свершившийся факт. Конечно же, это очень важно. Разберись, это очень важно. Говорить и высказывать свое мнение. Но почему-то сегодня за понятием свободы слова за этими достаточно важными высказываниями мы совсем мало уделяем внимания гораздо более важным вещам. Мнение у Бога. Все должны узнать мое личное мнение. А что хочет Бог? А что Он сказал в Своем Слове по этому вопросу? А что Дух Святой нам сейчас вещает об этом? Мнение Бога сегодня стало совсем неважным на фоне борьбы человека за свои права. Мнението на Бога не стало толково важным на фоне борьбы на хор за личности и права. За свободу и слова. Мы забываем, что Бог суверенный и тоже имеет свое мнение на все происходящее. Апостол Иуда предупреждает и увещевает нас об опасности поддаться лживому пониманию свободы. Апостол Иуда не предупреждает да си пазим за грешното разбирание на думата свобода. И не умалять благодати Христа. что обретение ее совсем не повод к распутству. Давайте еще раз посмотрим четвертый стих. Ибо вкрались некоторые люди издрели предназначенные к всему осуждению нечестивые обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. И отвергающие единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Да, здесь Иуда пишет, что такие люди по факту оказывается не славят. Тук Иуда описывает, че тези хора в сущности не прославят Бога. Не славят, а тем самым своими действиями они отвергают Христа. И по този начин те отхвырлят Иисус Христос. Есть ли в этом опасность для нас с вами? И если есть, то в чем она? Има ли опасность в това нещо за нас? И ако има опасность в какво се состои? Конечно же есть. Разбира се, че има. Вероятность переступить черту и перейти границы и пределы, установленные Господом. Вероятность наше соперник. Где преимущество будет, конечно же, у соперника. Где преимущество, то разбирается вверху наше противник. Аминь. Аминь. Давайте пойдем дальше и посмотрим стихи с пятого по восьмой. Я прочитаю. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверувавших погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня, как Содом и Гомора и окрестные города, подобно им, блудодействовавший и ходивший за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставленный в пример. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Аминь. Аминь. Друзья, какие последствия может повлечь увлечение вот таким лжеучением о благодати Божьей? Какие последствия может дать ако следвате това лжеучение? Говорят об опасности отвержения Господа и Иисуса Христа, говорят за опасността от отворението на Иисус Христос. Эти стихи напоминают нам о последствиях. Тези стихове не напомнят за последствията. Израилетян, вышедших из Египта, по милости Божьей, по Божията милост, но усомнившихся в Его обетованиях, не было позволено войти в обетованную землю в Ханаан и воспользоваться обещанным. Но все хорошо знаем это место в библейской истории израильского народа. И всички добре си вспомним тази история за израильский народ. И ангелы, не подчинившиеся Божьей воле и Божьим распоряжениям, и ангелы, които не опазиха своето достроенство, но напуснаха собственото си жилище, отказавшиеся исполнять возложенные на них Господом, навсегда покинули небеса. Завинаги са напуснали небесата места своего обетования. Где они сейчас? И къде са сега? Божье Слово говорит, что они под мраком в вечных узах. Божье Слово казва, че те са под мрак в вечни връзки. Про историю городов Содом и Гамора думаю, нет смысла напоминать про их судьбу. За историята на городовете Содом и Гамора в смысле, че няма нужда да ви припомним. Все мы знаем, что с ними произошло. Всички знаем, какво се е случило с тях. А самое главное, за что. А най-важно, то за что се е случило. Господь через апостола Иуда пытается сегодня донести до своей паства. Господь через апостола Иуда се опитва да носи смисъл до неговите ученици. И тогда в Израиле и сейчас до нас с вами. Что существует опасность отпасть от Бога. Увлекайся лжеучениями. Это актуально на протяжении всей христианской истории. Лжеучения были уже тогда, существуют они и сегодня. И в восьмом стихе апостол Иуда называет таких людей мечтателями. Мечтателями. Но не мечтателями в прямом смысле. Которые просто мечтают. Можно предположить, что Иуда называет их именно так. Можем да предположим, че Иуда ги наричат точно така. Потому что такие люди свои воображения выдают заглубокие, ничем не подтвержденные Божьи откровения. И то, что им привиделось, то, что им показалось, вещают, как Божью волю. Друзья, таких людей ждет не очень завидная участь. И Бог через сегодняшнее слово предупреждает нас об этой опасности. Опасность быть такими людьми и следовать за такими людьми. Аминь. Давайте мы пойдем дальше. Теперь давайте прочитаем, посмотрим стихи с 8 по 11. Так точно будет и с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сие злословят то, чего не знают, что же по природе, как и бессловесные животные знают, тем расклевают себя. Горе им, потому что идут путем кайновым, предаются обольщению мзды, как волам, и в упорстве погибают, как корей. Аминь. Аминь. Итак, в 8-м стихе мы прочитали оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Сейчас я бы хотел заострить наше с вами внимание на таком аспекте, как слова, которые мы говорим. в адрес других людей. В адрес властей, знакомых, незнакомых. Особенно это касается тех слов, которые мы говорим в адрес служителей, миссионеров, пасторов. И наи вече това се касает задумайте, мы с вами несколько раз в нашей церкви уже говорили на тему нашего языка. И давайте вспомним, что Бог создал этот мир именно словом. Однако порой мы не совсем в полной мере осознаем и понимаем значение и влияние слов. Слов, которые исходят из наших уст. Если помните, в послании Якова этому уделено несколько глав. Давайте вспомним, что пишет апостол Яков по этому поводу. Он писал, кто обуздал свой язык, кто обуздал все тело. смирил язык, значит смирил цяло си тело. Что еще говорил апостол Яков? Что язык это прекрасно неправда. Что язык это неудержимое зло. вспоминайте? Да. И много других еще определений давал апостол Яков. Но в сегодняшнем отрывке апостол Иуда предостерегает об очень серьезной опасности. Непризнание начальства и злоречие в адрес власти. Злоречие. и злоречие только власти. Любой власти, но духовной особенно. Давайте посмотрим 9 стих. Итак, Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Аминь. Друзья, даже Архангел Михаил, который занимает лидирующее место в иерархии Архангелов Божьих, не позволил себе сказать какую-то хулу в адрес дьявола. Но что он сказал? В споре он сказал, да запретит тебе Господь. Не переходя на оскорбление, не опускаясь до его уровня, только лишь да запретит тебе Господь. Друзья, это очень хороший метод. Не переходить на личности, да не минаваме к личността, но говорим, да запретит тебе Господь. Дорогие, как важно сохранять свои уста, самого себя, в чистоте и не отпускать злоречивые слова, не източать из своих уст хулы на власти, особенно духовной. Как написано, что не может из одного источника течь сладкая и горькая вода одновременно. Не можем мы одним и тем же языком благословлять и проклинать людей. Давайте мы посмотрим следующее место Писания, это второе послание Петра. Второе послание Петра, вторая глава с 9 по 11 стихи. На проекторе есть на болгарском языке. Я прочитаю. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Аминь. Эти слова прям вторят посланию Иуды. Аминь. Апостол Петр заостряет внимание на людях, которые дерзки, своевольные и не страшатся злословить высших. И он тоже предостерегает нас об опасности попасть во власть осуждения. Попасть во власть осуждения и злых духовных сил. Совсем не важно в какой форме это проявляется. Будь то насмешка, упрек или оскорбление. В одиннадцатом стихе апостол Петр здесь тоже приводит упоминание про ангелов. Что даже они, будучи превосходными по силе и крепости, не произносят укоризненного суда пред Господом. Дорогие, Петр сравнивает таких последователей с бессловесными животными, у которых совсем незавидный конец. апостол Петр сравнявает подобных хоров с бессловесными животными, которые плохой конец у них. Те, которые своевольны, непослушны, дерзки, несут хулу на начальство, написано истребятся в своем растлении. Дорогие, это очень важные вещи, важные слова. Давайте в подтверждение откроем еще одно местописание. Посмотрим еще одного апостола. Это место книга Деяния, 23 глава, с 1 по 5 стихи. Книга Деяния, 2 и ситарита, глава. С 1 по 5 стихи. Открою до 5 стих. Итак, Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, мужи, братья, я всею доброй совестью жил пред Богом до сего дня. Первосвященник же Анания, стоявший пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, вопреки закону вели жбить меня. Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь. Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь. Аминь. Апостол Павел своим примером показывает нам, как надлежит исполнять закон. Апостол Павел со своим примером не показывает, как требуется исполняеме закона. После того, как его били по лицу, по приказу первосвященника Анании, Павел называет его нехорошими словами. Выражение подбеленная стена значит то же самое, что говорил Иисус про фарисеев. Что Иисус говорил про них? Гробы окрашены. Но после того, как апостол Павел узнает, что это первосвященник, он извиняется и приводит цитату из закона. Начальствующего в народе твоем не злословь. Дорогие, мы сейчас говорим о таких серьезных вещах. И я хотел бы, чтобы мы пропустили вместе с вами прочитанное и услышанное через свое сердце и через свой разум. Бывает ли такое, что мы можем отпустить в адрес пастора или служителя что-то неуважительное? Иногда даже оскорбительно. За свою жизнь мне приходилось довольно часто слышать человеческие осуждения. Обо мне, о служителях, о пасторах, о духовных лидерах. Знаете, да, наверное, такие выражения? Да какой он пастор! Да какой из него лидер? Да кто он такой, чему он может нас научить? Да у него у самого там куча проблем. Что он вышел там в нас учить чему-то? Он такой, он сякой, он никакой. Да я знаю его, или ее, или его столько лет, они совсем другие. и так далее. Это самые распространенные слова, которые ложатся как под копирку. Несмотря на то, что все они звучали от совсем разных людей, в адрес разных служителей, есть одна общая черта у всех этих слов. это пренебрежение к служителям, что является недопустимым согласно Писанию. Иногда мне приходилось даже слышать о себе такие очень забавные небылицы. и понякога даже за себе сам чувал много странные и забавные неща, кое-то не са се случвали. Друзья, я надеюсь, что вы понимаете, что подобные разговоры, подобные оценки не несут ничего положительного. И таким способом Божье Царство мы точно не построим. И я призываю вас, если вы станете свидетелем подобных разговоров, пожалуйста, останавливайте их и говорите словами Архангела Михаила. Да запретит тебе Господь. Я верю, что мы с вами не будем источниками подобных оценок и подобных колкостей. Апостол Иуда и Апостол Павел и Апостол Петр предостерегают нас о подобной опасности. Говорить хулу, злословить начальство. Особенно начальство духовное. Давайте вернемся к посланию от Иуды в 10 главу. И на сегодняшнем послании на Иуде 10 стих. А, 10 стих. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расклевают себя. Аминь. Иуда пишет, что сии, то есть такие люди говорят о том, чего не знают. А если по своей природе и знают, то тем расклевают себя. Его слова прямо в точку. Иуда говорит за то, что унези хора хулят всичко, което не знают, а което знают, естественно, развращат себе си. Да, его слова отлажатся прямо в точку. И тези думи са точно като този пример. Люди склонны быть экспертами в тех вопросах, в которых таковыми не являются. По унези вопроси, в които всъщност не са эксперти. Лежа на диване, мы все с вами эксперты, правда? Лежа на диване, они всички сми эксперти, нали? Что надо делать с экономикой? Как надо управлять городом? Да, что там городом, целой страной? Ковград, целая держава? Кто нибудь из вас имел опыт общения на форумах? Някую от вас имел ли опыт на общение по форуме? или там просто может быть под какими-то сайтами или статьями обмениваться там комментариями? Или может быть просто сте обменили комментарии под някои сайтове? Какие впечатления имате? Иногда мне на глаза попадаются подобные переписки если мягко сказать то можно удивиться сколько людей с различными мнениями и каждый отстаивает свою позицию как будто от этого решится исход Третьи мировой войны. А если без сарказма то надо потом много часов чтобы отмытся от той грязи която се излива там. Какие изискани оскорбления кидаются там в адрес друг друга? Но это светские сайты. Кто-нибудь заходил на христиански форумы? Някой влизал ли на христианските форуми? Я имел лицезреть давно один такой теологический спор. Я никогда не представлял, что христиане могут лить столько грязи друг на друг. Это было достаточно давно и может быть я оказался не в нужном месте и ненужное время. Друзья, но это действительно факт. Дорогая церковь, Господь дал сегодняшнее слово не случайно и не просто так. Господь не дал твое слово не случайно. Бог хочет предостеречь нас от той участи, о которой написано в 11-м стихе сегодняшнего отрывка. Горе им, горе таким людям. Давайте прочитаем. Горе им, потому что идут путем кайновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Аминь. Учись Каина всем нам понятно? Он был изгнан от лица Господа и стал вечным скитальцем на земле. В книге Бытие написаны слова Каина Богу. Каин говорит, и отныне каждый, кто встретится со мной на пути, захочет меня убить. Каин говорит, от сегана так всякий, который видит, что стало с коленом Кореевым? Все колено было истреблено. За что? За бунт против Моисея. За бунт против Пророка. Друзья, Господь нам показывает сегодня через апостола Иуду, апостола Петра и апостола Павла, а недопустимость непристойного поведения с начальствующими. непристойно. Злых слов в адрес Божьих служителей. Злите думи по адреса на Божьи служители. Мы с пастором, кстати, не договариваемся, о чем будем проповедовать. И вот это слово, оно как раз таки ложится с тем приветственным словом, которое пастор сказал в самом начале. Ребята, мы с Вами как христиане не должны уподобляться другим лжеучениям. Мы должны наоборот молиться и благословлять служителей. Но никак не обратно. никаких злых речей в адрес служителей мы не должны отпускать. Даже если точка зрения лидеров не совпадает с нашим. Дорогие, все мы с Вами живем в социуме, в обществе. Мы не можем быть изолированными от мира. даже несмотря на сегодняшние карантинные меры. Наоборот, мы призваны идти и приобретать этот мир. Обратно, не призваны да излезем и да притяжаваме този свят. приобретать этот мир для Иисуса Христа через служение другим людям. Через самопожертвование. Своим личным примером являть живого Иисуса Христа. И нам вполне по силам это совершить. Как? Через словословие без хулы, без злых речей. Без сплетен и клеветы. Если помните несколько месяцев назад наша сестра Александра Коновалова делилась своим челленджем с браслетиком с нас своето предизвикательство с говорила за своя гривничка за света без жалби без уплаквания. Аминь. Я очень хорошо помню ее свидетельство о том, как поменялось ее сознание и восприятие мира. Аз много добре се вспомним не едно то слово за това как не это восприятие се променило към света и се променило живота после нескольких недель которые она прожила без жалоб без жалоб и плохих слов. Друзья, вот где сила и благословение. Дорогие, Бог вооружил нас всем необходимым для свершения Его Божьих дел. Скъпи, Господь не е дал всичко нужно да извършваме Него от дела. И да испълняваме работата, която е доверена от Господь, совсем не нужно прибегать к небожьим методам методам и инструментам. Пусть Бог нас всех благословит. Не увлекатся лжеучениями, не допускать себе осуждений и злых речей. Почему это важно для нас? Давайте с вами поймем, кто обладает качествами, перечисленными в 11-м стихе 2-го послания Петра. Петра. 2-я глава. 2-я глава. 10-я стих. 10-я стих. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, и не страшатся злословить высших. Друзья, кто обладает такими качествами, про которые написал апостол Петр? Именно с этого начинал свой путь дьявол. Когда стал пренебрежительно относиться к высшей власти. К Богу. Дорогие друзья, давайте мы приложим свои усилия если для кого-то это сложно, давайте не будем отвергать Христа и Его благодати. Не увлекаться лжеучениями, не злословить высшестоящих, не злословить служителей, пастырей, духовных лидеров, и не забывать, что язык прекрасен неправдой. Аминь. Давайте склоним наши сердца и помолимся. Дрогой Отец Небесный Господь, спасибо большое Тебе за Твое Слово. Господь, мы верим, что Ты вооружаешь нас. Ты даешь нам силу, Ты даешь нам поддержку для того, чтобы одерживать победу. Чтобы мы одержали победу над плотью. Господь, чтобы мы несли эту победу в мир. Чтобы мы являли живого Иисуса Христа. Чтобы люди видели, что мы Твои ученики. Потому что есть любов между нами. Потому что в нас есть любов Божия. Господь, дай нам, пожалуйста, сил не увлекаться страстями и лжеучениями. Господь, не нести никакой хулы, никаких злых речей. Пусть не исходят из наших уст, а пусть будут только благословения. За все Тебе благодарим. Молимся во имя Иисуса Христа с любовью и благодарностью. Аминь. Давайте мы прославим нашего Господа. И некого прославим нашего Господа. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»